Пожалуйста, помогите разобраться в ситуации. Я недостаточно выполняла обязанности мужа в семье, не оказывала эмоциональной поддержки, мало уделяла внимания, был груб. При этом начала регулировать интимную жизнь без обсуждения, согласования с женой. Также ограничивала ее в неразумных желаниях. Это очень напрягало жену. Две недели назад жена уехала жить к родителям, а неделю назад запросила развод. Стала избегать общения со мной. При этом она стала обманывать меня и близких, и начала встречаться с другим мужчиной. Я был настроен решительно на обновление отношений, но когда узнала об измене, пришло взмешательство. Теперь не могу решить, понять, восстанавливать отношения или отпустить жену, дать ей развод. Я интересую духовной практикой, жена нет, но и не отвергают ее. Иногда поддерживала. Пожалуйста, подскажите, как быть. Свои ошибки признаю и готов исправиться. Но не знаю, смогу ли я жить с женой после измены и обмана. Первое, что я вам хочу сказать. Огромное спасибо за вашу искренность и за ваше мужество. Что вы написали это, потому что это непросто для мужчины поделиться таким. Второе, что я могу сказать, что это высокий-высокий уровень. Первое, что мы должны понять, что муж и жена – это друг. И если друг отступился, и если друг упал, мы что, его в грязь таптываем? Или мы помогаем подняться? Вот теперь вопрос, кого я люблю больше? Себя чистого? Хотя вы и сами пишите, что вы настолько и чистый, правда? Или жена, которая ошиблась? Вот очень важно понять. И если вы понимаете, что на самом деле я действительно… В этом мире все ошибаются, вот все здесь, сто процентов аудитории. Как помните, Иисус сказал, бросьте камень, тот, кто безгрешен. И ни у кого не возникло желания поднять этот камень. Поэтому теперь вопрос другой. Мы будем пихать? Человек и так на краю пропасти стоит. Мы дадим свободу и скажем, катись в пропасть? Или мы все-таки дадим руку пропащи? Вопрос в этом. И, конечно же, у вас будет периодически вот так опять подкатывать этот гнев, обида и так далее. Но каждый раз возвращайтесь к смыслу. Мы в этой жизни пришли не для того, чтобы… Ну, мы не ведическая цивилизация. Я не знаю здесь ни одного… Понимаете, мы бы с вами не жили в Железный век на Средней планете. То есть у нас у всех с вами есть свое прошлое, у каждого грешника есть… У каждого святого есть свое прошлое, у каждого грешника есть свое будущее. Вопрос лишь в том, куда мы идем. Поэтому, что я бы вам посоветовала? Я бы вам посоветовала с женой поговорить. И сказать, что мы оба с тобой неправы. И давай не скатываться оба. Давай помогать друг другу. И я готов тебе дать руку. Я, ты знаешь, и сам явно не свечу с нимбом. Поэтому прости меня, и тебя я буду прощать. И мы будем с тобой вместе учиться прощать, и вместе идти, и вместе исправлять ошибки. И вот тогда станьте друг другу другом на краю пропасти, дайте такой обет друг другу. Не прыгать в эту пропасть, и не подталкивать друг другу в эту пропасть. Вот тогда, быть может, родится ваш брак. Вернее так, умрет ваш брак, родится ваш союз. Вот это я вам желаю, и давайте все вместе, пожалуйста.